К событиям в мире на Ближнем Востоке новое противостояние. Сегодня ночью США вместе с союзниками обстреляли ряд объектов в Йемене. Бомбардировки стали ответом на нападение йеменских хуситов на корабли, идущие в Израиль. Но пострадали не только стратегические объекты, есть уже человеческие жертвы. Департамент авиационной безопасности даже рекомендовал казахстанским компаниям не летать над воздушным пространством Йемена. Все подробности у Светланы Пеньковой. О том, что нападение на корабли, идущие в Израиль или под флагом этой страны, нужно прекратить уже несколько недель, говорит все мировое сообщество. Крупнейшие производства вынуждены простаивать, потому что компоненты везут теперь не коротким путем через Красное море, а в обход. Однако нападения продолжились. После очередного с авиабазы США на Кипре в воздух подняли истребители и начали бомбардировку виновников. Мы хотим, чтобы хуситы, которые совершают все эти нападения, получили очень четкий сигнал, что это пора прекратить. Мы будем защищать не только свои, а все корабли. Судоходство нельзя останавливать. Австралия продолжит любые действия, которые поддерживают глобальный порядок, основанные на правилах Конвенции ООН по морскому праву и которые утверждают свободу судоходства в открытом море, будь то в Красном море, будь то в Тихоокеанском регионе или где бы то ни было. За ночь истребители нанесли удары по более чем 60 целям, командным пунктам, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО. Пострадали несколько военных баз, два аэропорта и один аэродром. В результате авиаударов погибли пять человек и еще шесть военнослужащих получили ранения. Их удары нас не пугают. Нас бомбили 9 лет и мы не боялись ни одного дня. Напугают ли нас удары теперь, когда у нас есть свои ракетные силы, флот, профессиональные военные. Официальный представитель Хуситов уже заявил, что несмотря на бомбардировки, прекращать нападение на корабли и таким образом выражать несогласие с действиями Израиля в Газе они не собираются. Совбез ООН намерен провести экстренные заседания в связи со сложившейся ситуацией. Светлана Пенькова, Первый канал Евразия.